Вадим, Вадим Лишенко, президент Федерации Футбола Латвии, ты первый гость. У меня новое шоу. Подписывайтесь, БЦФ Прибалтика. Шоу называется, знаешь как, тебе понравится? Без фола. Супер. Это мечта любого судьи. Ты был судьей? Был, да. Расскажи, пожалуйста. Почему не стал судьей? Почему не остался судьей, наверное, так сказать. Правильно. Я был арбитром. Судья это такое, знаешь, как бы больше там может быть судья, который судит и так далее. Нас как бы официально принесет арбитр. Есть арбитр и, знаешь, есть в простом языке говорят там линейные. Помощник. Линейные, боковые. Боковые бывают только удары в боксе. Здесь у нас есть ассистенты. Ты был ассистентом, да? Я был ассистентом. И у меня, если не ошибаюсь, 49 игр я обслуживал в высшей лиге, в латвийском кубке и в первой лиге. Это довольно большое. В высшей лиге? Когда я играл, ты судил? Мне кажется, что когда ты играл, я судил, да. Я не помню такого факта, честно. Это какие годы? Это 2002-2003 годы. А, нет, это очень давно. Подожди. Это давно. Ты судьей был, сколько тебе, 18 лет было? Ну да, я молодой совсем был, да. А Рига-дубль? Это было потом? Рига-дубль было передать. Ну, в Риге в дубле я был, мне было вообще 17 лет. Совсем молодой. Ну да, я тоже пораньше приехал. Вот. Ну, и почему? Что? Значит, я был судьей и арбитром, и мы, значит, я получил большой опыт в Европе. Меня отправили как одного из самых талантливых арбитров на кор-курсы, седьмой. То есть, UEFA разработала программу кор для самых талантливых арбитров в Европе. И я вот попал на седьмой курс в UEFA, и мы поехали троем. Я, Саша Ануфриев и Леша Алексеев, фамилию сейчас не помню. Сейчас судят? Да. Сейчас, ну, редко очень, да. Ну, неважно. И? И вот мы, я, Саша и Алексей поехали на этот курс, и, значит, очень интересно, там у них своя методика, подход, обучение арбитров, и там, я скажу так, что приезжают там знаменитые менторы, там Калина приезжал, и Бузака, и для нас, как бы это, знаешь, для молодых, там, перспективных арбитров это было просто как... Сейчас Рональда, условно, приедет к тебе и будет что-то рассказывать. И, значит, была все время такая интересная, мотивирующая программа, мы ездили в Швейцарию два раза в год, мы там оставались на неделю, у нас начинались курсы там с восьми до пяти вечера, потом мы шли там в город, вместе с менторами общались, обсуждали тренировочный день, и в целом, как бы, ну, вот это такое судейское арбитров направление, которое очень закаляло и мотивировало. Почему дальше? Потому что, ну, мне показалось, что для меня это не самая подходящая профессия. Скажу так, что у нас, у людей такой менталитет сложился, что очень часто после игры виноват арбитр. Почему так? Наверное, это какой-то сложившиеся факты, прошлое, стереотипы, и все никак мы от них уйти не можем. Хотя, так, если правде в глаза смотреть, то арбитр это такой же спортсмен, как и футболист, который тоже ошибается. И проблема только в том, что есть арбитры, которые эти ошибки признают и готовы обсуждать и комментировать, а есть арбитры, которые не хотят их обсуждать и комментировать. А есть арбитры еще, которые берут деньги. Ну, таких я не знаю, слава богу, и я таким не был. Вот, и поэтому для общественности, на мой взгляд, более приемлем тот вариант, когда арбитр все-таки, инструктор придет и расскажет, да, я ошибся, да, я виноват, и я готов за это понести наказание, его там не назначат на следующий тур. И это, как бы, в общественности, наверное, это будет, как бы, выглядеть логично и правильно. Сегодня, как... Не того мы начали, у меня тут такие интересные вопросы, а мы с тобой про судейство. Да, ну... Но это, кстати, важно. Вот сейчас много всяких скандалов. Это очень важно. А скандалы почему? Скандалы. Всегда после игр, как бы, у людей происходят эмоции, потому что, на их взгляд, арбитр допустил ошибку. Да. И поэтому, на мой взгляд, очень важно, как бы, сразу отреагировать и, условно, чтобы руководитель судейского отдела позвонил руководителю клуба и объяснил, как бы, данная ситуация, да, там, ошибся, не ошибся. Поэтому сейчас мы разрабатываем программу. Уже, как бы, одна встреча была, где руководитель судейского отдела будет, также и комитета будет встречаться с представителями Вирслиги и раз в месяц обсуждать какие-то спорные моменты. Также мы это сделаем и в первой, и во второй лиге, и в третьей. Кто сейчас руководит судьями? Сейчас, значит, есть у нас тесничкомитет, где главный Ян Межецкий. Это было такое довольно тоже непростое решение. Скажу почему. Потому что все ждали назначения туда именно человека, который был бывшим арбитром. Но судейская конвенция, она позволяет, чтобы один человек был именно извне судейского направления. Но я скажу, что Ян, он не извне. Он был и делегатом, он в свое время был и рефери-обзервером. То есть у него опыт есть, и, что самое главное, что у него есть авторитет. И именно на эту должность должен быть человек, который, как бы, условно, бать ко всем остальным арбитрам. Все ветераны, все, условно, действующие арбитры, молодые, они в целом его знают, уважают. И поэтому для нас было важно, чтобы был человек как личность. Есть у нас очень много кланов судейских, которые между собой конфликтуют постоянно. Ты можешь поконкретнее? Какие кланы? Ну, есть, как бы, условно, люди, которые что-то где-то когда-то не поделили. И, исходя из этого, все время ищут какие-то ошибки друг друга. Давай фамилии Казакс один, да? Ивар. Ну, он такой, я почему говорю, потому что он больше всего критикует. Правильно? Ну, условно, да. Да. Ну, я просто могу сказать, что есть, как бы, лидеры направлений, которые, как бы, друг с другом не всегда могут найти общий язык. И, ну, на мой взгляд, как бы, они сильные как личности и опытные люди. Это Вадим Директоренко, это Андрей Сипайло, это Вадим Черников, который был один из... Долгое время он был. Да, да. Ну, и Ивар, который, как бы, все время критикует, и, к сожалению, там не получается найти какой-то общий компромисс. Ну, исходя из этого, я не видел ни одного из этих людей, как руководителя. Надо было найти человека, который будет нейтральным. Про Янница еще у меня есть вопросик. Который сможет всех объединить, и в итоге, как бы, мы должны все-таки отбросить амбиции и все вместе работать на благо футбола. Ну, ладно, тогда уж сразу. И, извини, и сразу, как бы, и есть судейский отдел, это есть, Ноделя, где ответственный на сегодняшний день Директоренко. Раньше был там Вадим Черников. Ануфриев? Ануфриев, его ассистент. Ассистент. Да, они вместе работают. И он ежедневно делает всю работу, которая влияет на развитие судейского направления. Ты про Ян Янычу Межатского сказал, вот это такое решение. Ну, ты же, наверное, знал, что будет критика? Конечно, знал. Готов к критике? Всегда готов. Критика должна быть конструктивной, что самое главное. И критика должна быть такая, где ты сразу можешь предложить решение. Критиковать мы каждый можем. Но я считаю, что критика должна быть первой конструктивной, как я сказал, и она должна быть уже предложением, как мы можем принять любое другое решение. Условно, вот тебе стул не нравится, если не нравится, давай новое. Скажи, да, скажи, какое лучше будет. Почему я спросил про Яна Яныча, это все-таки ты перед Конгрессом, перед выборами не кричал, что у нас сейчас я буду, будет много изменений, тех выгоню, тех возьму. Так, спокойно это была компания. Но нет ощущения, что футбольная семья, как ты ее сам, по-моему, называешь, она ждет перемен. Потому что, ну, как-то кажется, что в одном соку вот это все. Не боялся в связи с этим такое решение? Сразу, наверное, первое твое решение, правильно было, когда ты стал президентом, Ян Яныч? Ну, не помню, первое или одно. Ну, одно из. Первое, наверное, то, что мы назначили генсека. Тоже. И ты еще и ушел с должности президента ЛТФ. Да, я ушел, первое, да. Первое я ушел с должности, я написал заявление и ушел с ЛТФ. Ну, вот это тебя не смущало, вот что ты таким решением... Опять же, я, как и прошлые выборы, когда я участвовал, я говорил одну очень важную вещь, которую должны все понять. Я иду, конечно, со своим новым видением и подходом к каждому вопросу. Но я не хочу делать революцию, я хочу делать эволюцию. Для того, чтобы прийти к эволюции, мне надо сначала разобраться в действующей ситуации. Я не хочу, чтобы было так, как что допустил Каспар. Он пришел и сразу все решил резать. Из-за этого сразу появилось очень много конфликтов и недовольных. Негатива. Негатива. Надо спокойно прийти, разобраться в ситуации, понять, какую ситуацию ты можешь улучшить, какую ты должен искоренить. Но это надо все по копинески постепенно делать. И тогда от этого будет результат. И поэтому мне нужны люди, у которых есть большой опыт, которые могут сразу сказать, что вот это вот так. Естественно, я уже могу задать вопрос, а почему так? Почему не вот так, например? А если я приду, сразу сделаю, как я хочу, возможно, мое решение, оно будет ошибочное. И у меня не будет того человека, кто мне даст совет, почему я так сделал. То есть команда нужна по-любому? Нужна сильная команда, нужны люди, которые будут тебя поддерживать, которые будут с тобой в неправильном решении и в правильном. Но в итоге мы должны вырулить в правильное направление, которое принесет результат. Вот ты уверен во всей своей команде? Ну, ты сейчас поймешь, почему. Я спрашиваю. Генсекретарь, он же был и у Каспара, и ушел потом. Не боишься, что так с тобой поступит? Не боюсь. Не? Доверяешь полностью? Это мы все мужчины, мы должны отвечать за свои поступки. Поэтому я за каждый свой поступок готов ответить. И я уверен, что Эдгар поможет и мне, и всей команде. Все-таки у него опыт тоже уже. Все работники, которые под ним работали, это его команда. Сейчас это уже моя команда, но мне важно, чтобы у нас была такая совместная идиллия, чтобы мы были одним кулаком и командой. Первый вопрос был запланирован такой, вот проходит 4 года. Ты доволен своей работой, что должно случиться? Вот проделанная работа за 4 года, что ты хочешь? Ну, во-первых, я должен реализовать свою программу. То, что обещал. Я должен выполнить каждое свое обещание. Я сделаю все для этого, чтобы выполнить. Я готов работать с утра до утра. И да, конечно, моей семье это будет не нравиться, но я еще молодой, энергичный, и я думаю, что семья может немножко потерпеть. Да? Да, но это так и происходит сейчас. Я в 7 уже просыпаюсь, иногда даже раньше, и все мысли, вот что лучше, что новое можно сделать, кому я что-то обещал, кому надо перезвонить. Эти мысли не дают покоя, и вот с этими мыслями ты уже едешь на работу, встречаешься с коллективом. Сейчас, как ты знаешь, я назначил руководителя бюро президента Аскольда Удрикеса. Очень знаменитая фамилия в последнее время. Да, голы забивает. Это не тот? Другой. Его отец. Что за департамент? Мы сделали бюро президента, и руководителем этого бюро является Аскольд. А функции этого? Функции этого бюро – это полностью общение со всеми бедрами футбольной федерации, полностью контроль всех входящих и исходящих информаций, которая приходит к президенту. Это общение с прессой, это полностью планирование дня президента, это участие во всех встречах. Сегодня, к сожалению, не смог поучаствовать у нас, потому что дальше идет собрание. И я скажу, у нас в последнее время очень большая проблема была с коммуникацией, потому что… На всех уровнях, да? Вот я сам чувствую, вот мы, например, вот у меня собрание первое в 9 начинается, потом второе в 10, в 11, и так весь день. И в это время все время кто-то мне звонит по каким-то важным вопросам. И, к сожалению, я не могу на все ответить, хотя я бы очень хотел. Я потом сижу там до 8 вечера, перезвоню людям. Но поэтому мне нужен человек, который будет мне помогать, заменять, и сразу реагировать, записывать все, о чем мы проговорили, документировать. И мы потом вечером садимся, проходим по этому списку и решаем, как это выполнить. Для меня это важно. Планирование – это одно из самых ключевых вообще как бы направлений для нашего развития. Без планирования очень будет тяжело. Поэтому мне нужен такой человек, как Аскольд, человек, который в футболе понимает, разбирается и узнаваемо все его знают. Слушай… Как ты одни выборы были, ты кандидатом был, проиграл, там, другой, может быть, сдался бы. Я понимаю, ты целеустремленный, упертый. Ну а зачем? Что это тебе дает? Финансовые благи? Я скажу так, что мы каждый. У меня всегда была мечта такая. Я думаю, что это, в принципе, у любого человека на свете. Мы все хотим заниматься своим любимым делом. Для меня футбольный функционер – это мечта, которой я шел всю жизнь. Я там сначала хотел быть футболистом. Футболистом мне не удалось стать. Я хотел стать арбитром. Арбитром у меня не получилось. Кстати, у меня было сначала желание стать главным арбитром. Но потом, когда я приехал в УФА, мне сказали, смотри, в связи с тем, что ты невысокого роста, главным у тебя не получится, поэтому надо быть ассистентом. Да, я слышал такое. Нет, серьезно, я сейчас не шучу, что судьи в поле, про меня или про тебя, неважно, что они должны быть метр восемьдесят. Какие-то даже есть условные нормативы. Да, рекомендации. Да, рекомендации. И потом я пошел в футзал, ты помнишь. И в футзале, в принципе, неплохо получилось. Игроком еще. Да, еще игроком. Мы семь раз подряд выиграли чемпионство Латвии в Еврокубках и за сборную играл. И потом я стал функционером, я помог создать команду РФС, которая играла в высшей лиге, и создал в то же время ассоциацию футзала. То есть ты все-таки человек РФШ, да, как все говорят? Нет. Я не человек РФШ, я так скажу, что я приятель и друг, так же, как и другим командам. У меня очень много футбольных друзей, с которыми у меня вся эта жизнь, которую я провел в футболе, они сопутствуют и идут со мной вместе. Зачем? У тебя была мечта? Ну вот и продолжить, как бы у меня была мечта быть в футболе, и поэтому я и участвовал в предыдущих выборах, потому что мне это нравится. И, соответственно, я понял, что если у меня чуть-чуть не получилось с предыдущих выборов, если ты помнишь, был результат 48-56, как будто это 8 голосов, но на самом деле это 4-5 голосов. Почему? Ну, потому что от 56 уходит вниз. А, ну да, я понял. И исходя из этого, я понимал, что если я буду продолжать работать, те люди, которые меня поддерживали, они со мной останутся, и у меня будет возможность доказать, что я сделал, доказал сообществу, что получил вот этот мандат доверия, и сейчас надо реализовать все свои идеи. И обещание оправдать и дождаться результата. В общем, суть в том, что я хочу заниматься своей мечтой, мне нравится быть в футболе, и надеюсь, все у меня получится. Слушай, затронули тему первых выборов, ну, предпоследних, правильно? И почему ты так активно сразу начал, ну, там все об этом говорят, что не дал Каспару доработать до конца, какие-то подписи, там что-то все такое. Пускай работал бы Каспар. Нет, так он и работал. Работал. Я ему, так сказать, давал всегда сигнал, наверное, то, что я готов вместе работать, я готов помогать и поддерживать. К сожалению, у нас не получилось. Ты сейчас серьезно это говоришь? Очень серьезно. Мы с Каспаром встречались не один раз и общались, и я ему предлагал возможности сотрудничества вместе, но, к сожалению, у нас не получилось. Также и с этим кандидатом Сандесом, который сейчас был, также у нас было много встреч, и мы искали, возможно, камни соприкосновения, но у нас не получилось. Ну, наверное, судьба такая. Ну, я просто этим хочу сказать, что все эти годы я, как и сейчас, в принципе, я открыт, и я понимаю, что в Латвии здесь, если мы будем ругаться, ссориться, будет тяжело построить правильную систему. Нам надо быть всем как одна команда, и там всегда будет критика, но еще раз она должна быть конструктивной, и должно быть какое-то предложение. Я к этому готов, и у меня, по крайней мере, уже получилось объединить большую часть нашего сообщества, что очень важно как для нашей политики, так и для отношения с УИФА и с ФИФА, когда они видят, что есть стабильное, так сказать, руководство, соответственно, у них появляется возможность делегировать дополнительное финансирование и разрабатывать вместе программы развития. Про стабильность. Вот Гунта Синдриксон долгое время, сколько он лет? Больше 20, да? На 20-го года, если не ошибаюсь. Там говорят, кто-то говорит, он там плохой руководитель, кто-то хороший, просто я свои чувства, что вот в то время там, ну, Евро, понятно, было, 2004, как бы это все равно, я считаю, одна из заслуг президента. База была, стадион. Как это все пропало? Это только связано с тем, что у него были финансовые трудности, и все. Больше никаких причин? На мой взгляд, это одна из причин. Вторая причина, на мой взгляд, это то, что они неправильно использовали то финансирование, которое было от УИФА. С Евро 2004. То есть, на мой взгляд, надо было сделать все возможное, чтобы у нас был у федерации свой дом футбола. не Стайцл, о котором сейчас говорят, а своя база в центре города, стадион, где сборная может жить, находиться, как в любой стране современной Европы и мира практически. И это то, к чему мы сейчас идем, к чему мы стремимся. И сегодня у нас было вот собрание с отделом инфраструктуры. Мы же разрабатываем план развития на 4 года, и база национальная, как и стадион, это один из наших приоритетов. Ну, это сразу вопрос сам про стадион заговорил. Когда можно ожидать? Или это пока все очень далеко? Мы же должны понимать, что это федерация своими ресурсами никогда в жизни не построит стадион. Государство. Это отношение с государством, и это отношение с УИФА. И вот у нас 24 числа мы летим в Будапешт, где будет матч Суперкубок. У нас будет встреча с президентом УИФА, и мы будем обсуждать, будет один из вопросов. Мы уже были на встрече с министром финансов, с которым мы также этот вопрос обсуждали. И, в принципе, все в наших руках. Надо просто работать. Просто до этого так было? Конечно, реально. Надо просто в это верить, и надо сделать все возможное, надо сделать проект, надо сделать, чтобы это было не просто выкинутые деньги для постройки, и потом это также останется у государства, чтобы они сами это поддерживали. Это должен быть бизнес-проект. Сегодня это сделать непросто, но надо найти варианты сотрудничества с другими организациями, которые могут это помочь. Либо там будет торговый центр внутри, либо, как интересно, кстати, ты видел, сейчас в Акрополе они сделали хоккейное поле. И, на мой взгляд, это классная идея. Конечно, я не общий. Вообще, в целом, как пример, говорю, сотрудничество. У них оно все время забито. У меня есть друзья-хоккеисты, они не могут на месяц вперед найти там время. То есть надо искать возможные варианты сотрудничества. Либо там офисы делать, либо там магазины. Сейчас нет чистых стадионов. Ну, я имею в виду просто, что в футбол только играют. Там та же Швейцария, там же везде почти магазины, торговые центры, офисы, стоянки и так далее. Ты говоришь про стадионы. Еще в твоем плане... Как это назвать? План? Программа. Программа. Скрытые, скрытые, говорю. Холлы. Халлес. Пепуша масс. Надувные. Надувные. Вот у меня вопрос. Вот это единственный пункт, по которому я вообще не верю, что он реален. А зря. Я тебе скажу, почему. Там по-любому, ты говоришь, ЛФФ это одни не потянут. Ну, как бы в финансовом плане, правильно? Вы надеетесь на поддержку самоуправления. Правильно? Правильно. Если что-то неправильно. Ну, вот назови мне сейчас самоуправление в Латвии, которые готовы пойти на это. Ну, я вот знаю Венспас, но там сейчас большие проблемы. Я тебе могу сразу сказать, что после Конгресса я получил несколько звонков именно от тех, кто говорили, что это плохая идея. То есть... Не понял. Ну, то есть, условно, были люди, которые говорили, что это невозможно реализовать и что это неправильно. Сейчас я получил уже несколько звонков. То есть, как бы они понимают, что это действительно правильно, что надо в эту сторону идти и это реализовать. И у меня уже были встречи... Почему у них так поменялось? Ну, наверное, это было политическое какое-то решение, давление командное, что вот надо идти с таким месседжем народ, что это плохая идея. И это, как бы, была возможность, ну, так скажем, дискредитировать мою программу. Если ты видел, там у меня было несколько интервью с моими конкурентами, и они, как бы, сильно критиковали. Это была, как бы, их такая вот... Ну, тактика. Такая тактика, да. Сейчас они, как бы, после выборов уже немножко пересмотрели это решение, и я чувствую, как бы, что они готовы даже где-то поучаствовать в реализации этих проектов. И у нас были уже разговоры с представителями Даугавпилса, Валмером, Цессис, Резакне. И все эти города уже сегодня готовы участвовать в реализации этих проектов. Смотри, Даугавпилс, они с этим полем не могут разобраться, с Эспланадой там, ну, ты знаешь, про что я говорю. Конечно, да. В Валмере строят там за много денег стадион, то есть... Резакнецессис. А, Курзамы, Лэнспилс, Лепа... Пока мы еще не добрались до этого региона с этим проектом, но я уверен, что там тоже будут заинтересованы люди, потому что, в целом, в следующем году же у нас выборы будут в самоуправлении. Исходя из этого, я думаю, что все будут заинтересованы в реализации социальных проектов. Это один из социальных проектов, который позволит зимой тренироваться, заниматься спортом. Это же мы не говорим только про футбол. Там могут быть и беговые дорожки внутри, все что угодно. А в Траце можешь объяснить, почему именно надувные, а не вот такие настоящие? Потому что, условно, настоящие, типа сконтом, манежи, да, они намного дороже стоят. Надувные все-таки смета примерно там под миллион. Такое, как сконт... Обслуживание. Обслуживание примерно где-то 50 тысяч, получается, в год, да. Может быть, даже где-то и меньше. И это ложится на плечи самоуправления и того, наверное, кому это принадлежит, с арендных денег, как бы они могут себе позволить это закрыть. Исходя из этого, ну, я думаю, что это реально, это не такие большие деньги. И реально КПД от этого будет большой. Ты когда про это думал делать, помнишь, в Можопарке был? Да. Что с ним случилось, не узнавал? Его очень много, очень часто снимали. Ну, раз в год надо снимать, да? Не обязательно, но смотри, у нас теннисные холлы стоят весь год. Я ради интереса вчера приехал в Лелупе и зашел в теннисный корт. Да. Была температура на улице 28 градусов. В теннис играют люди, внутри спокойно дышать возможно, тренироваться можно, проблем вообще никаких нет. Понятно, летом на улице намного приятнее играть, мы не можем это сравнить, но все вопрос цены. И сделав цену в два раза дешевле, ты найдешь клиентов и тренироваться летом в холле. Например, мета. Мета до сегодняшнего дня тренируется в Олимпийском центре. Дети тренируются там, взрослые они тренируются на открытом воздухе. Я у Гирта ради интереса задал вопрос, а почему у тебя дети тренируются летом? Неужели ты не можешь дать поле на улице? Он говорит, ты знаешь, там, не помню возраст, до какой он сказал, до пяти или до шести лет, дети выходят на поле и их все отвлекает. Там птица пролетела, там машина проехала, там еще что-то. И они как бы ходят, все время летают. А в закрытом помещении они концентрируются, они слушают тренера. У них, соответственно, все время они находятся в мотивации, и это дает им как бы возможность развиваться. Слушай, по этим холлам не ездил случайно в гости в Эстонию? У них же есть там, да, парочка? Пока еще у них... Больше там. У них, по-моему, четыре либо шесть уже, да. И я, конечно, общался с Айваром, и я также общался с Томасом, с президентом Литвы новоизбранным, переизбранным. У него 1 августа были выборы. Он довольно уверенно выиграл 77.6, по-моему, результат был. Полное доверие. Да. И разговаривал с эстонским президентом Сайваром. У них программа на четыре года. Они хотят построить 20 холлов. Угу. Что, конечно, сумасшедшее количество. Министерство культуры им выделяет 24 миллиона под этот проект. И, соответственно, совместно с федерацией они этот проект будут реализовываться. Что, нет ощущения, что эстонцы обскакивают нас так довольно уверенно? Если мы говорим... Ты знаешь, я это очень часто слышу. Но есть моменты, где они нас не обскакивают. И ты мне не дал договорить. Они нас обскакивают, если мы смотрим в будущее. И, ну, то есть, не сиюминутные результаты, а та же инфраструктура, тот же подход к лиге. Ну, там чуть другой. Нет такого ощущения. Я не думаю, что подход к лиге у них круче, чем у нас. Ну, дальше будет разговор про лимит, как бы, чуть-чуть. И там они защищают своих футболистов, как бы, больше. Своих футболистов надо защищать. Надо их защищать в конкурентной среде. Вот там их надо защищать. А полностью давать такой карбланш, где они чувствуют свою незаменимость и пропадает конкуренция, соответственно. Я считаю, что это неправильно. Поэтому, да, в инфраструктурном вопросе они, не скажу, что на одну голову, они, наверное, на 10 голов выше, чем мы. У них европейского уровня стадион, где проходил несколько лет назад суперкубок. Я сам был на этой игре. Фантастический стадион. Это наша мечта. Вот хотелось бы что-то такое реализовать и мне здесь, в Риге. У них эта программа по холлам. У них в целом инфраструктура развита. Я скажу, что у нас тоже. Вот мы сегодня считали, у нас там порядка 100 полей. Довольно много. Ну, это вместе натуральных. Да, и исходя из этого, нам же их постоянно надо тоже реновировать, обновлять и вкладывать свои ресурсы. Поэтому сейчас мы будем пересматривать программу развития на 4 года и ее сразу акцептировать. Думаю, что это даст свои плоды. И также воплотим программу Пепушем Холлов, который, я уверен, что тоже поможет и даст возможность зимой тренироваться всем. Вопрос с Илуксом, там холл будет? Меня, кстати, вчера спросили. Илукс, ты привет. Вчера какой-то друг меня спросил. Слушай, а Юрка с какого города? Мы смотрели с ним парфутбол. Помнишь, я тебе присылал фотографию. Подписывайтесь. И он говорит, он с Венсплоса? Потому что у тебя все видео с Венсплоса. Я говорю, нет, он Латгалец, настоящий. Да. Вот. Я думаю, что мы реализуем наш план в Резак, но это недалеко от Илукс-Топа. И поэтому я думаю, что вам будет хорошо. Все будет хорошо. Конечно. Слушай, когда-нибудь и до вас доберемся. Про лимит заговорили чуть. То есть ты поддерживаешь, да, 8 плюс 3 вот эту систему? Смотри, его поддержал Конгресс. Его поддержало правление. Его поддержали бедры, клубы. То есть сейчас я считаю, что нам надо к этой ситуации подстроиться и искать лучшее решение. Смотреть на, не знаю, на расстоянии, наверное, 2-3 лет. Как эта тенденция будет работать и вводить свои изменения. Есть плюсы свои, есть минусы. Тренер сборной, например, видит там минусы. Детские клубы некоторые видят там минусы. Клубы высшей лиги видят там плюсы, потому что для них есть возможность соответственно за эти деньги, которые они вкладывают, найти как бы сильнее футболистов. Но ты как футболист думаешь, интересно? Подождем 2 года. Не, пока мысль не ушла. Но при этом мета, смотри, играет своими ребятами. В целом, по статистике, первые, не знаю, 4-5 туров мы смотрели, было 50 на 50. 49-51. Такой был процент. Я думаю, что он сейчас особо не изменился. Слушай, знаешь, что еще у меня такие мысли готовился? Раньше, опять же, возвращаемся к личностям. Индриксен, Сконта, Беспалов, Венспилс, Захарин, Металлург. И они не просто там большие команды содержали, грубо говоря. Ну, я, по крайней мере, знаю и про Сконта, и про Венспилс, потому что меня туда звали интернаты. То есть, вот эти молодежь туда с Даугапелл собрали, ну, со всей Латвии. У тебя нет ощущения, что на данный момент это меньше стали этим заниматься, клубы Верслиги. Ну, больше при всем уважении это личные деньги, и они могут делать, что хочешь. Вопрос, как мотивировать клубы именно, чтобы они занимались воспитанием латвийских футболистов в том числе? Потому что, ну, ты сам понимаешь, что ты президент футбольной федерации, а лицо не только федерации, а всей страны, что? Сборная, правильно? И сейчас, если посмотреть, я думаю, да, они с удовольствием тяжело будут так. Конкурентную команду, чтобы между собой игроки конкурировали чисто по числу игроков. Не, ну, один из главных наших аксантов будет, это, конечно, это юношеский футбол. Без него вообще никуда. Да, и мы разработаем программу, которая именно будет поддерживать юношеские клубы, юношеские академии, и я все для этого сделаю. И то, о чем ты сказал, что сейчас нету, наверное, такой вот, как раньше была система лагерей детских, и школ футбольных, это правда. Они есть, но их не так много. И пример Эстонии, он, кстати, тоже очень неплохой, и там что они делают? Они создали под федерацией в Таллине детскую школу для возрастов 14, 15, 16, мне кажется, 17 лет. И, значит, они в Таллине ходят в школу, потом после школы они приходят на стадион, там у них сборы, там у них домашние задания они делают, там они тренируются, там они кушают, и потом вечером расходятся по домам. И, на мой взгляд, это правильная и интересная система, которую мы также можем, может быть, немножко видоизменить, но тоже в этом направлении идти. Мне она очень нравится, и я думаю, что мы будем в ближайшее время такое воплощать. Я этот вопрос задал, почему я говорю, что при всем уважении, там, условно, Рига, ФЦ, у них хорошие легионеры, там, и свои игроки лучшие, но у них задача одна – попасть в группу, стать чемпионом. Но в то же время, ну, это отличная задача, потому что они хотят той же молодежи, которая у них в Академии сейчас, показать, что вот, смотрите, видите, у вас вот есть возможность там играть. И для каждого, любого ребенка, любого родителя, любого футбольного человека, который в этой системе, эта мотивация, она только окрыляет. Не, 100% они, вон, мы же парки и поле постелили, и там база вроде. Ну, сейчас они, смотри, они полностью холл отдали под свою Академию, которую руководит Раймонд Лайзенс. То есть они, я вижу, что они вырабатывают свою стратегию детско-юношеского футбола, они проводят различные турниры. Я знаю, что они даже делают детскую школу футбольную в Межапарке, где дети будут и учиться, и жить, и заниматься футболом. Как интернат. Я разговаривал с Сергеем и с Раймондом, как бы у них такой план есть, и они в ближайшее время уже его реализуют. У них все для этого есть, если ты знаешь, они забрали в Кезер Межсе эту гостиницу, они сделали там новое поле с очень классным покрытием. Там что-то еще про Бабито говорят? Или в Пеньке, или где-то там? Нет, я не слышал. Что там, база тоже? А, база, да. Базу они, значит, купили, если я не ошибаюсь, 13 гектаров земли в Пеньках и возле гольф-клуба. Я видел этот проект, там 5 стадионов, 5 полей, плюс один стадион, по-моему, на 6 или 7 тысяч гостиница. Футзальный холл планируется построить. Ребята молодцы, вкладывают огромные деньги в наш латвийский футбол и в целом латвийский спорт. А твой клуб РФША не думает Бабито? Шучу. Значит, РФШ, я видел проект, они тоже за Южным мостом делают базу. Сейчас там происходят демонтажные работы. И там будет, если не ошибаюсь, 3 футбольных поля, плюс гостиница, офисы. То есть там тоже клуб развивается. Я горжусь, что у нас в Латвии уже как минимум в Риге два клуба есть, которые большие инвестиции вкладывают в футбол. Ты пришел и сразу порядок, да, видишь, пришло. Такое совпадение. Надеюсь, это будет не только в инфраструктуре, но и это даст результат сборной. Слушай, ну вот сколько ты, получается, уже месяц-два президент? Месяц, наверное, двух еще нет, правильно? Ну, 3 июля выборы были месяцы, там неделю, наверное. Что самое курьезное за это время произошло? Вот в связи с работой. Ну, может, просьба какая-то, купите мне мяч. Курьезно. Мне позвонил один клуб, руководитель президента клуба, и говорит, слушай, Вадим, у меня случилось несчастье. Ну, это не курьезно, опять же. Но вот случай, который мне приходится иногда тоже решать. У меня сгорела крыша. Чего? Дома. Помоги. Да. И, конечно, я как президент, я должен заботиться о каждом... Семья, все, что... Нет, ну, сгорело, там никто не пострадал. Не пострадал. Не пострадал, просто сгорела крыша. И я, естественно, как президент, если мне звонит, так скажем, любой клуб, я готов сразу приехать, посмотреть. Но как я могу помочь, да? Пепа уши махал. Я приехал, посмотрел, конечно, и там задал вопросы по страховке, возможно, но иногда приходится и в таких вопросах участвовать. Да, я не скажу, это не курьез. Это не курьез. Это трагедия, но вот такими иногда тоже вопросами нестандартными мне приходится заниматься. Про Даниса хотел поговорить с тобой. Может, с тобой это обсуждали, ты мою позицию знаешь. Данис здесь сидел недавно. Я ему это тоже высказал свое, что, ну, как бы, ничего не изменилось, потому что игр нет, ну, как бы, дай бог, как обычно уже в сотый раз. Как ты говоришь, критиковать. Я ничего не предлагаю. Да, я критикую и желаю удачи. И то это, наверное, не критика, а просто мое мнение. Расскажи, может быть, ты уже много, наверное, об этом говорил. Какие еще варианты рассматривали? Томас. Пахарь. Ну, наверное, ну как, во-первых, рассматривали... Иностранцы не смотрели вообще. Меня не было тогда. Я знаю, но ты же... Меня не было тогда президентом, но я, конечно, общался с членом правления. Я знаю вообще, какие кандидаты там рассматривали в целом. Ну, больше, наверное, кроме этих ниже названных. Иностранцев вообще не рассматривали ни в одном. Ну, иностранцев, видишь, у нас уже было столько иностранцев. Я думаю, что все немножко уже устали. Надо было дать шанс местному специалисту и довериться ему. Тем более наши соперники. Но я думаю, что они позволяют нашим специалистам дать результат. Я очень надеюсь. Да я уверен просто. Ты уверен? Конечно. Будем спорить с тобой или нет? Как хочешь. Не, не будем спорить. Отойдем чуть от футбола. И про футзал хотел поговорить. Общался с одним журналистом перед нашим разговором. И он так сказал, вкинул фразу, что интересно, что с футзалом будет. Я говорю, в смысле, лучше или хуже? Он говорит, ну, лучше навряд ли, а хуже может быть. Типа, может, спроси. Ну, вот спрашиваю. Что там происходит? У нас, значит, я ушел в отставку. У нас, я ушел с поста, значит, в сентябре будет новый конгресс, где будет избран новый президент и правление, потому что несколько членов правления тоже ушли. Так как это моя команда была, они как бы дали, дадут возможность новому руководству своих людей пригласить. Все логично, да. Да, и, конечно, я хочу видеть программу новых кандидатов. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы мы поддержали ассоциацию футзала. Понятно, что такой темп выдержать новому руководству будет тяжело. Все-таки у меня был опыт и поддержка большая. А новому человеку будет непросто. Поэтому мы, скорее всего, делегируем пока заниматься высшей лигой и первой лигой. И постепенно будем смотреть возможность, какие еще направления может потянуть новое руководство. Высшая лига и первая лига, в принципе, это всегда были те соревнования, которые содержались самими командами этой организации. Этого хватало. Ну, то есть, сами взносы платили. Да, и плюс поддержка федерации была. А остальные уже, это реально была, в принципе, работа моей команды, правления, где мы находили дополнительное финансирование партнеров и спонсоров. И как бы за счет этого нам удавалось поддерживать многие другие соревнования и этапы юношеские, направления ветеранские, матчи звезд, студенческие и школьные направления. Это все очень круто. Сколько лет ты был главой футзала? Пять лет. Это был шестой. Самое большое, считаешь, достижение твое? Ну, ты должен знать, что это, конечно. Это, да? Это долгосрочная работа, работа непростая, работа без каких-либо обещаний, работа на веру. И реально все так сложилось успешно, что нам доверили чемпионат Европы. Я не скажу, что это только мой успех, это успех и федерации, это успех всех наших команд и той же команды Никарс, которая много лет играла в Европе. И за счет этого много турниров проводили здесь в Риге. Приезжали международные эксперты футзальные и представители УФА, которые видели нашу организацию, нашу гостиницу, нашу логистику, наш подход в организации. У нас всегда были самые высокие оценки, у нас не было никогда никаких больших скандалов, были какие-то нюансы, но мы их сразу профессионально решали за счет энтузиастов и футзальных людей. И, конечно, это все дало плоды, тем более арена Рига, фантастическая арена для Европы и для футзала. Это был очередной подарок. Как думаешь, отличается, ну, может, уже сейчас можешь ответить, месяц во главе стоишь ЛФФ. Отличается работа в футзале и в большом футболе? Ну, профессия-то та же, можно сказать, президент. Объемом отличается. Объемом? Ну, это невозможно сравнить. Я говорю, что я просыпаюсь в 7 утра и я иногда не знаю, с чего начать, потому что я, как новый президент, мне хочется быть в теме всех вопросов. А это правильно? Это неправильно, но для начала я должен узнать, как там вообще работает система. А ты знаешь, как выглядит, я тебе расскажу, это условно как прямая линия с Путиным, когда там туалет починить в Челябинске, звонить надо Путину. И на начальном этапе, к сожалению, ну, вот много нюансов, они именно так происходят. Я, естественно, стараюсь дистантироваться и довериться. С другой стороны, в этот момент этот человек подумает, ты охренел, ну, там, условно, ты президент, я тебе звоню, у меня проблема, тут такое, да? Поэтому важно сохранять вот эту линию, где есть как бы порядок, кто к кому должен обращаться и как эту, ну, иерархию, это надо соблюдать. Это такой порядок организации, это, наверное, моя задача, она, в принципе, сейчас соблюдается, и у нас полностью есть распределение сил и обязанностей. Но в то же время, как бы, мне, я должен быть в курсе всех нюансов, потому что я несу ответственность за результат и за работу организации. Поэтому иногда в некоторые моменты я внезапно появляюсь и узнаю, и во что-то, что-то, может быть, чуть-чуть останавливаю для того, чтобы углубиться и узнать детальные нюансы. Но в целом, как бы, постепенно, как бы, я влетаю в этот процесс, и это то, что мне нравится делать. А что ты хотел бы вот сейчас на данный момент, может быть, не получается или не то время подходящее, поменять вот именно в структуре ЛФФ? Угу. Для этого мы сейчас будем делать функциональную, так сказать, ревизию работников всех... Я перебью, вот этот разговор тут можно перебивать, потому что в каждые выборы, я не помню, говорил ты это или кто-то другой, раздутый штат, вот эта фраза. У нас на сегодняшний день 51 работник федерации. Ну, это немного, наверное, я не знаю, или много. Ну, я скажу, что в Эстонии и в Литве, если не ошибаюсь, больше. Больше. Но я думаю, что это немало, так сказать. Я думаю, что это немало, и я думаю, что таким объемом людей мы можем дать больше вклад в футбол. Я думаю, что главное это расставить правильно задачи каждому работнику, и тогда мы получим больше фидбэк от их работы, и мы увидим этот результат. Это самое главное, чтобы каждый знал, чем он занимается, за что он ответственный, и какой результат он должен принести через месяц, через два, через три, через год. И если этого результата не будет, ну, тогда этому работнику как бы грош цена. Как и президенту. Как и президенту. Потому что ответственный, естественно, я... Ты не ответил, что хотел бы поменять, или нет такого? Ну, именно... Ну, в структуре, да, может быть, я не знаю, назначить там психолога, грубо говоря, чтобы был бы у работников... Нет, ну, сейчас вот мы сделали бюро президента, это очень важный момент для меня. Важный момент, потому что бедры клуба, они это и те люди, которые... Клубы, которые являются акционерами федерации, и мне важно, чтобы федерация... Чтобы они чувствовали, что федерация, она является... Ну, сделает все возможное, чтобы их поддержать, и узнать их проблемы, и реализовать их возможности. Это как бы главная задача президентского бюро, который уже занимается аскольд, и вот с первого дня, к которому он вступил, он этим занимается. То есть это одно из первых таких направлений, к которому мы идем. Второе, это... Ну, вот сейчас мы выбрали в судейское направление Яна, и, главное, мы Вадима Директоренко в Нодулю поставили, и я вижу, что у них уже есть там синергия совместная, и этот вопрос тоже будет решаться, и судейское направление наконец-то у нас заживет, и будет все в порядке, я очень надеюсь. Хотя это все время проблемное направление, в любой федерации, с кем ты ни поговоришь, судейское направление, оно самое плохое, самое ужасное. Ты знаешь, я, наверное, слышал, я говорил, что я двух типов людей не понимаю, которые сами идут работать в садик с двухлетними детьми и за ними ухаживать, и судей. Ну, потому что это неблагодарная работа, мне кажется. Ну, оно та работа, которая постоянно критикуется, это факт. Ну, и на сегодняшний день у нас и футбольная федерация, в принципе, вся, да, так она критикует... Как судья плохой. Где-то ты прав, да? Вот, и исходя из этого, ну, конечно, нам нужны сборные хорошие результаты, конечно, нам в клубах нужны хорошие... Это очень много. Нет, даже клубы, это даже одно. Ну, вот, кстати, посмотри сейчас на уровень вирс-лиги, тебе кажется, что уровень игры подрос? Мне так кажется, мне уже кажется так последний, как я не играю, как ушел. Ну, поверь мне, это не будет простым, то есть это понесет за собой улучшение результата первой лиги, это понесет за собой улучшение второй лиги и так далее, и детской системы. Это не может быть так, что одно улучшение, а все остальное осталось такое же, как было. То есть, соответственно, те игроки, ну, условно, Фертов, хороший игрок. Хороший. Ты с ним играл вместе? Да. Сейчас это игрок в первой лиге? Да. Представляешь, те молодые игроки, которые с ним вместе тренируются, играют, какой был сейчас для них как бы плюс? Я тебе секрет расскажу, там молодых игроков нет в Локомотиве. Ну, окей, но я имею в виду те, которые даже против него играют. Ну, я понимаю, я понимаю, да. То есть, он дает своим отношениям, а он профессионал. Я его знаю еще, когда в высшей лиге он был. Так в первой лиге еще Гинчи играет, Фрейм Манедж. То есть, это как бы, вот этот лимит, он дал возможность именно вот этим игрокам пойти туда. Ну, это я не назову это возможностью. Ну, я имею в виду для ралфийского футбола в целом, как бы, это плюс, что такие личности, игроки приходят туда и дают результат. Они не уходят там, как ты, условно, вот сюда, да. Они остаются в футболе и делятся своим опытом и закаляют вот этим геном победителя новых молодых игроков. Хорошо, бог с ним, с Фреймани, с Фертовым. Ну, ты же должен понимать, что сейчас намного тяжелее молодому попасть в Верслигу. Вот, условно, как я попал там в 16 лет, сейчас я думаю, что это мало. Это только, может быть, Метта может позволить себе. Или Валмера сейчас Берзнич выходит, ну, потому что у них там другие проблемы. Там письма писали, там у них сейчас... Ну, проблема, получается, в том, что они, условно, не играют в Риге, они не играют в РФШ, они не играют в Венсплсе, но они играют в Метте, в Тукумсе, в Даугуфплсе и так далее, правильно? Регжа, например, пример. Для него сейчас, пожалуйста, весь карбланш доказывай, показывай, забивай, что, кстати, у него и получается, в принципе. И вот, как бы, для него отличный там потенциал. И хорошие примеры другим молодым, которые могут себя реализовывать и показывать. Ладно, Лимит, мы это, я говорю, про него можно говорить вечно, А ты правильно сказал вначале, что два года-три подождать и посмотрим. Слушай, знаешь, что еще я так, когда смотрел последнее время в контексте латвийского футбола в прессе, угадай, чьи фамилии больше звучали? Последние годы? Ну, год-два, да. Ну, вот про футбол латвийский. Пукинский. Пукинский, Межецкий, Горкш, Лишенко, ну и дальше. Там про Славишу поговорили буквально недельку и забыли. Про футболистов я вообще ничего не говорю. Ну, то есть меди, как будто вот... Как часто ты будешь появляться на страницах газеты с интервью, со всеми этими? Я так скажу, что я готов хоть каждый день участвовать, но это не самая главная цель. Моя самая главная цель, это чтобы вся программа как можно быстрее реализовалась и делать вот эту работу, так сказать, кабинетную работу, контролировать ее, и чтобы был порядок везде. Ну, я к чему говорю, потому что это же не от хорошей жизни, про... Про... Как назвать? Про людей, которые политикой спортивной занимаются, пишут. Обычно, когда что-то плохо, поэтому я хотел пожелать тебе... Мы еще не заканчиваем, но чтобы тебя поменьше было в газетах. Когда хорошо, ты придешь спокойненько, вручишь кубок. Юра, я готов, приглашаю всегда, пожалуйста, в любой момент. Про сборную. Что ждешь от сборной? Побед. И все? Не важно как? Не важно как. Мне и нам нужна победа. Мы соскучились по этим победам, и нам нужен сегодня результат. У нас... Я собирал собрания среди всех тренеров сборной и менеджеров. И я хотел услышать задачи, конкретные задачи каждой сборной, женской, юношской, национальной, футзальной, пляжной. И мне важно, чтобы у каждого тренера была в голове вот следующая ступень, которую он должен сделать для того, чтобы мы все почувствовали, что мы идем в правильном направлении. Если этой ступень, мы на нее не подняли, значит, что-то не так. И нам важно, чтобы каждый человек видел эту цель, и чтобы у него была мотивация. Как думаешь, как болельщиков можно вернуть, кроме, ты сейчас скажешь, результатом, хорошей игрой? Может, что-то есть тоже у вас уже в задумке? У меня на этой неделе встреча со всеми представителями всех болельщиков. И это будет один из моих вопросов. То есть я хочу услышать от них, что я должен им дать, что мы должны дать от федерации им для того, чтобы они вернулись на стадионе. Конечно, ковид, к сожалению, не позволяет это сделать. Но, по крайней мере, чтобы они фанатели, болели и нас поддерживали. Хочешь, я один фактор тебе скажу? Давай. Стадион. Это то, что мы вначале... Не построить, нет, просто для начала на сконто вернуться. Да, кстати, это одна из моих тоже задач. Я уже говорил с УИФА об этом, я и говорил с руководством Риги об этом. В принципе, мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее это сделать. Ты хочешь, чтобы сборная играла на сконто? Я хочу обязательно, чтобы сборная играла на сконто, потому что стадион Далгова – это не футбольный стадион современный, так как с беговыми дорожками смотреть футбол уже мы все отвыкли. И слава богу, что нам, кстати, удалось, что мы вернули время игр сборных. Сейчас все игры будут в 7 часов проходить, а не в 10. То есть это очень важно и для детей, и для всех, что мы можем по телевизору. А как ты этого добился? Ну, мы как бы вели переговоры с УИФА и в итоге как бы пришли к этому времени. Для нас это важно очень. Я думаю, что если получится вернуть сборную на сконто... Можно и в один сопровождать. Нет, не то, что... Это тоже, да. Хотя нет, мы играли, когда Венспас играл в группе той, в Лиге Европы. Мы играли в 10.05. Осень, ну, холодно. Ну, тоже полный не был, потому что люди говорили, как я домой буду добираться. Поэтому это вроде мелочь, но это важно. Не, ну, представь, ты едешь с Илукста. Ты ешь с Илукста. Я даже про Илукста не говорю, я говорю про зепни, как он, сусловно. Игра в 10 часов и заканчивается там без 15-12. Тебе надо доехать, тебе надо поспать. Завтра в школу пойти. В школу пойти. А после футбола хотелось бы еще обсудить игру, с кем-то посидеть. И, конечно, в это время играть невозможно. Конечно, мы подстраивались всегда к центральноевропейскому времени. Они придавали права, и за эти права они платили федерации деньги, естественно. Но все-таки для нас главное, чтобы люди получали удовольствие от футбола. Это приоритет. Это, наверное, несравнимо даже с деньгами, в принципе, если посмотреть. Ты любишь деньги? Наверное, мы все любим деньги. Ты богатый человек? Я больше всего хочу, чтобы денег хватало моей семье. Богатство, трудно сказать. Наверное, есть к чему стремиться еще. Да? Да, конечно. Я уже всего, в принципе, добился. Я не. Я шучу. Я почему спрашиваю, это вроде как шутка, но люди-то разговаривают, я слышу. А чем Вадим занимается? А какой у него бизнес? А что? Или это секрет? Да нет, никакого секрета. Мы уже много лет, я со своей мамой, у нас свой бизнес в Европе. Мы занимаемся дизайн-проектами и продажей мебели. У нас было много магазинов здесь на месте, в Латвии. И потом, когда пришла IKEA, соответственно, немножко этот рынок тяжелее бабахнуло. И поэтому мы перебрались в Европу. И сейчас вот она живет во Франции и занимается этим бизнесом там. Можно сказать, что ты мебельщик? Можно сказать, да. Больше, наверное, я все-таки футболист. Нет, уже нет. Футбольный функционер. Президент Латвийской футбольной федерации. Без фола. Понравилось? Я надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на БЦФ Прибалтика. И до новых встреч. От тебя, Вадим. Супер, спасибо за приглашение. Удачи. Чао. КОНЕЦ